Шалом! Давайте постараемся припомнить, когда мы с кем-то поссорились. Случаи, когда мы с кем-то поссорились, с родственниками, с друзьями, а потом помирились. Вот это ощущение после примирения, такое ощущение очень теплое и приятное. Раздор ушел и воцарился мир. Наверное, именно таким ощущением должна сопровождаться наша пороха сегодняшняя, которая называется слиха, слиха, прощение. Но потребность прощения может возникнуть только в том случае, когда мы кому-то наступили на ногу, образно говоря. Если мы никого не обижали, то не у кого предпрощение. Так о чем мы просим прощения у Ашема? Как говорила моя бабушка, я все соблюдаю, все митцвоты соблюдаю, никого не обижаю. Так какие к нам претензии могут быть? Но, по всей видимости, все-таки, да, есть за что просить прощения, потому что почему-то большие цитиким, раба ним, праведные люди, чем они больше, тем они больше плачут. Почему так это работает? Знаете, дети плачут о поломанной игрушке, подростки плачут о любви, взрослые плачут об неудачах, потерях, обидах. А что плачут о цитиким? Раба ним, у них все есть. Им даже работать не надо. Сидяют, учатся, принимают людей, дают советы. Но много плачут. Интересно, что буквально вчера я завелся видеть двух таких цитиким. Я даже не ожидал. Сейчас у нас тут такой период, называется Бенезманин. Все люди в отпусках. И тоже школы не работают. И люди переезжают с места на место. Такая миграция массовая происходит. Уезжают из дома на отдых. И в наше место, там, где я живу, Телестон, приезжает много людей отдохнуть. Такое место зеленое, спокойное. И еще в прошлом году приезжал один раввин из Бенебрака. Как раз мне довелось с ним поговорить, познакомиться. С тех пор я при нем много слышу, какой он большой раввин. И как раз буквально вчера так получилось, что мы вместе молились на дом Миняне. Мы пришли оба как бы одновременно, раньше всех, еще никого не было. И этот раввин стоял напротив урона Кодыша. Еще дома Литвы Шахарит с утра. И о чем-то рыдал. Долго-долго читал. Не знаю, что он читал. Может, ты глим. Буквально рыдал. Почему-то все его знают как очень радостного человека. Но мы не все знаем. Потом на вечер на Мааре тоже был тот другой человек, который заливался слезами. Хотя, казалось бы, он тоже был не местный. Он приехал тоже на отдых. Человек приехал на отдых и плачет. То есть, да, есть такое понятие, что просить прощения. Дело в том, что мы просим прощения не только за себя, а также за других. Поэтому наша бараха, она написана во множественном числе. Слах лану. Прости нас. Мы все как одно целое. Тот другой, может, даже не понимает, что ему нужно извиняться. Так приходится другим извиняться за остальных. Мы с вами переходим от брахи к брахе. И сейчас это шестая браха по счету. И надо понять, почему они вообще в таком порядке. Помните, в прошлый раз мы говорили про браха тачува. И теперь мы будем говорить про браха с лиха. Почему именно такой порядок? Это все не случайно. Есть гмара в Масехет Могила. Дапью Дзайн. Там разбирается порядок брахот. Почему именно так? Мудрилюцы постановили брахот. И приводится пасук из пророка Ишаяу. И на базе этого пасука разбирается последовательность брахот. Давайте посмотрим на тексты, чтобы не быть голословными. Мы смотрим на текст. Видим текст. Вы видите текст. Я текста не вижу. Давайте, если смогу, вы увидите этот текст. Браха с лиха. О, я тоже теперь вижу текст. Я читаю. Это слава барахи. Мы ее разберем. Сначала я хочу посмотреть посылки из пророка Ишаяу, на котором основана последовательность брахот. Это следующий слайд. Как там написано? О. Да, значит, Ишаяу, Береква. Там есть общий контекст, когда это сказано. Но мы только хотим оттуда выудить, что это один момент, по какой-то порядок. Написано так. Я сейчас не обдусь в подробности в контексте этого пасука. Но в конце написано так, что человек, он увидит как бы правду и услышит. Иребо бэйнав. Убазна вишма. Увидит глазами и ушами своими он услышит. Улеваво явин. И сердце его поймет, что он не прав. Вашав. И он вернется, делает чеву. Верафа ло. Он делает чеву. И написано рафа. Как рофе, рофуа. Как бы ему станет легче. Ему полегчает. После чеву ему полегчает. Теперь хазаль. Им было очень важно все броходы сделать по дат Тура. То есть как вот Тура. Нвиим, Ктувим. Как вот в них заложен какой смысл. Так же, чтобы были броходы. То есть не постановить вещи какие-то от себя. Судя по этому поступку, мы видим такой порядок. Явин, шав, верафа. Сначала человек что-то понимает. Потом он делает чеву. А потом ему становится легче. Руфуа. Судя по этому порядку, после брохи о чува, нашего прошлого броха, сейчас мы должны учить броху руфуа, а не слиха. Почему же сейчас идет слиха после чува? Сначала чува, потом сразу слиха. Такой вопрос. Говорят комментаторы, что здесь идет речь о руфуа шель слиха. Или слиха шель руфа. Есть такое понятие. Руфа шель слиха. То есть, человек улегчает, но этим же он получает прощение. Эти вещи, они связаны. Руфуа шель слиха. Вообще, надо сказать, слово руфе, рафует, это слово рафуй на иврите, оно означает как бы облегчение и даже какое-то такое послабление. Допустим, вот пример. Есть у нас кулак, рука в кулаке. Но если рука расслаблена, не кулак, она расслаблена, то называется яд рафуя, рафуй, расслабленный. Это понятие руфуа, понятие руфа, расслабление. То есть, у человека был какой-то грех, ему простили, и ему стало легче. И тем самым, это тоже связано с рафуа. То есть, слиха, слиха, прощение, оно воспринимается мудрецами, как рафуа. И на самом деле, это рафуа духовная. Человек, который находится в грехе, это влияет на его душу, это влияет на его здоровье. Когда он получает прощение, душе легче становится, облегчение, и это связано с рафуа, выздоровление. Еще что интересно, сначала мы говорили про чува, а теперь слиха. Казалось бы, надо наоборот. Порядок какой? Сначала мы просим прощения, нас прощают, и это и есть чува. Нет, тут наоборот. Чува, а потом слиха. У евреев все наоборот. Почему это так? Тоже, вот скоро будет Новый год, Рошашана, потом Йон-Кипур. Тоже казалось бы, нужно наоборот. Сначала Йон-Кипур, мы очистились, стали как ангелы чистенькие, и заходим в Новый год. Новый год. Заходим в Новый год чистыми людьми, без греха. Но нет, сначала у нас Рошашана, а потом Йон-Кипур. Почему так? Ну, по поводу Рошашана, Йон-Кипур, эта тема очень длинная. Это нужно разбирать на уровне космическом вообще. Десять дней между Рошашана и Йон-Кипур, это десять дней разница между вращением Солнца и двенадцать раз, Луна, когда обращается вокруг Земли. Разница в десять дней. Тема не наша. Но, то скажем, в чем смысл такого порядка? Рошашана, Йон-Кипур, Чува, Слиха. Ну, во-первых, можно сказать так, что Чува, мы делаем Чуву. То есть, мы свое как бы сделали, и теперь мы ожидаем Слиха. Мы ожидаем прощения, и мы просим Слиха. После Чувы. После Чувы. Сначала мы раскаиваемся, а потом просим Слиха. А не наоборот. Пришел ребенок, поразит Павел, Слиха, Слиха, а сам продолжает безобразничать. Нет, сначала человек исправляется, супер не исправляется, потом Слиха. Во-вторых, после очищения, после Чувы и просьба о прощении Слиха будет совсем на другом уровне. Потому что Чистый, он понимает, насколько он был грязным, когда он был грязным. А грязный, ему кажется, что все не так страшно. И, в-третьих, по-простому, до Чувы постоянно вообще не о чем говорить. Если человек еще не сделал Чуву, то о чем можно говорить, какая Слиха? То есть, ничего даже не начинается. Итак, мы обращаемся к этой брахе к Ашему, как Авину. Давайте посмотрим еще раз на слова брахи. Слахлану Авину, мы говорим, отец наш. Слахлану Авину. Это понятно, потому что, если мы просим прощения, после прощения у нашего отца. Слахлану Авину, кихотану. Папа все время любит сына и простит. Махалану Малькейну Кипашану. Дальше уже идет про Мелех. У Мелеха, у царя, уже это не просто прощение, это же Махила. Махила. Что такое Махила? Трудно объяснить на русском языке, кажется, такого нету перевода на русский Махила. Давайте разберем еще раз. Слах, Авину, Хатану. То есть, такая цепочка, три слова. Слиха, Авину и Хэт. Это одна цепочка. Вторая цепочка это Махила, Мелех и Пеша. Давайте так объясним, что Хэт это что-то сделанное не специально, какое-то нарушение, которое не было сделано специально, что-то там оплошное, случайное. А Пеша это уже было такое действие, сделано нарочно. То есть, называется Базадон. И поэтому понятно, что, когда мы приходим к папе, мы просим у него, за что мы просим слиха, прощения? За Хатаим. Тогда папа нас прощает. И это прощение слиха, это полностью прощение, слиха это так работает, что нас прощает, и как будто ничего не было, все стирается. да, что было, что было, сынок, я тебя прощаю, я знаю, ты хороший, ты сделал это не специально, прощаю, но более серьезные нарушения, Пшаим, Пеша, это нужно идти к царю. И тогда царь нам делает мухила, мухель. Эйонтан Айбишет, он объясняет так, что мухила, мы просим прощения за намеренные преступления, и это на уровне бунта, так объясняет Гаон Мивильна, что Пшаим это как бунт, человек как будто сбунтовался, то есть он вообще не принимает на себя правила, этого корабля, этой команды, там где он находится, он вообще против всего, не просто он делает какое-то нарушение одно, а вообще он в принципе не с ним не согласен, идет против всей системы, это называется Пеша, это касается Мелех, такой глобальный такой бунт, это уже касается Мелех, нужно идти к Мелюху за это, и он тоже, он только может помиловать, мухила, он может помиловать, он может не наказать на будущее, но он полностью не стирает то, что было, дело остается, все записано, на будущее, а тебя простили, хорошо, иди, но то, что было, то было, не стирается, с лиха, это оно стирается. теперь понятие, понятие Мехила, нужно еще так объяснить, есть такое понятие, как Лимхолальковод, Мухолальковод, например, сын должен отца уважать, но приходит отец домой, а сын сидит, не встает, не приветствует отца, не выражает никакого знака уважения, может даже наоборот, по идее, отцу это не нравится, но что, отец может сделать мухилла, он мухель, он как бы, как сказать, он как бы игнорирует, как будто ничего не произошло, его это как бы вообще не за дело, да, Мехила, Мухель, но есть случаи, когда Мехила, она не работает, допустим, царь, он не может Лимхоль, Алекавод, свой почет, царь не может Лимхоль, почему, потому что царь, такая фигура очень важная, если он будет всех прощать, он будет Мухель, то не будет царем, царь должен быть уважаемым, Мелех, царь, он не может Лимхоль, Алекавод. Еще интересная вещь, смотрите, дальше написано так, Ки Мухель, Весолеях, Ата, да, прости нас, Ки, потому что, Мухель, Весолеях, Ата, потому что, ты, Мухель, Весолеях, как это написали по-русски, Мухель, Весолеях, ну, они просто написали, Мухель, как бы добрый, потому что, я говорю, просто нельзя слово перевести на русский, написали добрый, или тут еще переводится извини прости непонятно но что интересно смотрите сначала мы сказали прости просим слиха потом просим махила а дальше наоборот ки мухэль васоль яхата сначала махила потом слиха меняется порядок почему это так значит еще раз слиха это полное прощение это работает на не на ненарочные нарушения махила это тоже тебя извиняют извините простите хорошо но полностью не прощаю то что было то было это дело остается это идет на шаим бунты или такие намеренные какие-то преступления и поэтому человек он сначала он просит слиха до начинаем с простого до более такие мелкие преступления сначала попросим слиха вторая стадия может просим махила что делает ашем ашем он сначала разбирает сложные дела и он мухэль эти самым он за дела он их снижает на уровне на уровень менее грубой то есть то что было задон задон то что было сделано нарочно то спускается на уровень эхет это учится из торы это учится из истории с муж и рабейну написано в книге шмот написано так я вам зачитаю это мидраж приводится масса хитюма даф ламитва в аму бет к хамар муше так сказал муше перед ашемом рибу нашу лям беша а шхотина ссрель в осин чува оселем сданут кишгагот когда евреи грешат и потом они делают чего раскаиваются оселем сданут кишгагот и сделай так как будто их нарушения специальные они были ненарочно то есть человек просто как бы сделать что-то по незнанию жгага он он не знал да и нарушил по незнанию это жгага за это легче простить это махила спускается на уровень слиха поэтому ашем сначала он мухэль тогда сданут спускаются на уровень жгагот да такие легкие более прегрешения и тогда уже легче это простить и тогда на второй стадии ашем соли ах соли ах на жгагот он соли ах на дверь два вида жгагот те которые были изначально жгагот хатаим и те которые ашем сам спустил с уровень задон на уровень хатаим надеюсь что я понятно объясню вот еще раз повторим слова брахи и конец брахи бару хата ашем ханун а марбе ли словах ханун а марбе ли слов ну понятно что слово ханун это произошло от слова из-за глагол лихнон до лахнон для веслах нон лахнон лахнон как лахмоль лахнон интенсива такого почти мы не встречаем мы встречаем в настоящее время хон нэн хон нэн а это глагол лахнон потому что мхэта на карта на поэтому вместо ли фали меняется на а лахнон как лахтох лахнон лахну он это сделать ханина ханина то есть если есть суд да идет суд кого-то судят и в конце подсудимому там его как бы практически прощают или какой-то такое условное такое наказание он получила ханина мы говорили что ашем он хон нэн адаат хан нэн адаат то есть он дает даат как подарок хан нэн то есть такое дарование от подарка такое вот от всей души как вот так вот и ничего не требовать взамен просто делать доброе дело хон нэн а так ашем он хан нэн как бы если немножко утрировать это как бы добренький такой ну или просто добрый им бросим слиха ашем нас прости барухата ашем хан нэн бит и хан нэн ты же даже хороший она хочет нас простить хан нэн а марбе ли словах и ты часто и многих прощаешь марбе марбе ли словах марбе ли словах ты как бы умножаешь действие слиха бун а марбе ли словах немножко трудное выражение это русский перевести но вот такая фраза а марбе ли словах для арбот марбе марбе ли словах эта связь между хон нэн и хан нэн и так мы попросили слиха и следующая браха уже будет про гиула теперь на магия гиула до следующего урока спасибо за внимание если я извиняюсь еще был не так извините простить все хорошо